8 мая. Сал же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужа благоговейные и сделали великий плач по нём. А Сал терзал церковь, входя в домы, и влача мужчин и женщин отдавал в темницу. Между тем рассеявшие ходили и боговерствовали слово. Так Филипп пошёл в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Его нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись и была рада с великой в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого и говоря, все есть великая сила Божия. А внимали им, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему об Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины, уверовал и сам Симон. И крестившись, не отходил от Филиппа и, видя совершающиеся великие силы знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских пропадается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое добудет погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо в сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся всем грехе твое и молись Богу. Может быть, отпустится в тебе помысл сердца твоего, ибо вижу тебя исполнено горькой желчи и в узах неправды. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничего, исказанного вами. Они же, засвидетельствовав и проповедовав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим, и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот, и феоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица Ефиопской, хранитель всех сокровищ и ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к всей колеснице. Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию. Он сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не настаивает меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А местное списание, которое он читал, было сие. «Как овца веден он был на заклане, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отрезает уст своих. В уничижении его суд его свершится». Слешился, но род его кто разъяснит, «Ибо вземлится от земли жизнь его». Исаия 53, 7, 8. Евнух же сказал Филиппу, «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли? Или о ком другом?» Филипп подверг сустава и, начав от всего писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте, и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию.